Добрый день! С вами в эфире выпуск новостей «Правда и справедливость» и его ведущий Юрий Наконечный. Сегодня 14 февраля. Всем известно, что сегодня праздничный день, который отмечают во всех уголках страны от Владивостока до Крыма. Безусловно, этот день окрашен в красные цвета, но еще и в желтые. Ведь именно сегодня день рождения председателя партии «Справедливая Россия за правду», руководителя фракции СРЗП в Государственной Думе Сергея Михайловича Миронова. Многие депутаты и общественные деятели решили высказаться о сегодняшнем дне. И первое включение у нас из Омской области. На связи губернатор, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия за правду» Александр Бурков. Александр Леонидович, вам слово. Дорогой Сергей Михайлович, разрешите поздравить от всей души вас с днем рождения. Пожелать вам крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, семейного счастья и благополучия. Я благодарен судьбе, что много лет работаю с вами в одной команде. Всегда восхищаюсь вашим знанием, вашей мудрости и вашей дальновидности. Вы человек неординарный, сильной волей, целеустремленный и вы настоящий лидер. Лидер, который сегодня вселяет веру в лучшее, в людей. Лидер, который сегодня вселяет оптимизм. И самое главное, приходит на помощь в тяжелую минуту. Я благодарен вам за вашу поддержку не только словом, но и делом. Еще раз вас с праздником, счастья вам, любви и процветания. А мы продолжаем. На связи Чувашская Республика. Передаю слово главе региона, члену Центрального Совета Партии «Справедливая Россия за правду» Олегу Николаеву. Олег Алексеевич. Дорогой Сергей Михайлович, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Вы настоящий мужчина, замечательный человек, великолепный руководитель. С вами всегда надежно, уверенно и спокойно. А самое главное, есть всегда новые идеи, новые мысли, которые направлены на то, чтобы создавать лучшие и лучшие условия для жизни людей. У нас на очереди включение из Московской области. На связи сторонник партии «Справедливая Россия за правду» актер, режиссер Иван Охлобыстин. Иван Иванович, вам слово. Уважаемый Сергей Михайлович, я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вам реализации всех ваших замыслов, потому что они благотворны. Почему-то от вас, от редких людей исходит такая позитивная энергия, и вы вдохновляете. Вот даже не знаю, что сказать, не знаю, что пожелать, вы многого достигли. Здоровья вам. Я хотел бы также поблагодарить вас за подарок, который вы мне сделали, вот кофейный сервис. Оно вроде мелочь, но вы знаете, это так умилительно, когда с вензелями тебе дарят белые чашечки. Это так мило, и я прям очень вам благодарен. Дай вам Бог здоровья, храни вас Господь. Перемещаемся в Москву. Здесь сенсационное заявление о любви и справедливости сделала депутат Государственной Думы Галина Хованская. Сергей Михайлович, поздравляю вас с днем рождения. Дату вашего рождения я помню всегда, хотя многие даты многих знакомых я забываю. Но у вас замечательный день, он ассоциируется с любовью, с преданностью. Я хочу, чтобы ваши друзья, ваши люди, которых вы любите, были всегда рядом. И чтобы борьба за справедливость, которой вы посвятили большую часть своей жизни, и в политике в том числе, увенчалась нашей победой. Всего вам самого хорошего. Здоровья, счастья и любви. Тем временем срочная новость. Политолог, член Центрального Совета Партии «Справедливая Россия за правду» уверен, что с нынешней политической системой можно справиться только с Божьей помощью. Сергей Михайлович, поздравляю с днем рождения. Желаю вам здоровья, оптимизма, бодрости духа и Божьей помощи в работе. Ну и с Божьей помощью успехов в этой работе. С днем рождения. И снова Москва. И на связи депутат Государственной Думы Михаил Делягин с небольшим рейтингом честности политических партий страны. Михаил Геннадьевич, вам слово. Уважаемый Сергей Михайлович, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья, успехов, здоровья. Желаю новых побед. И мы, я думаю, все постараемся, чтобы эти новые победы были. И, вы знаете, главным вашим достижением, на мой взгляд, стало то, что справедливая Россия сегодня является самой честной политической силой нашей страны. Может быть, всего мира, но за нашу страну я знаю точно, потому что я все остальные политические силы знаю довольно неплохо. И это ваша заслуга, и за это вам благодарен не только я, не только однопартийцы, и не только избиратели. Но, я думаю, вся страна сейчас присоединяется к моим поздравлениям. Число. Пока наши корреспонденты вели эфир в Москве, им удалось спросить о сегодняшнем дне депутата Государственной Думы Анатолия Вассермана, буквально поймав его у входа в здание парламента. Дорогой Сергей Михайлович, желаю вам оставаться таким же стойким, драгоценным, разнообразным и прекрасным, как ваша коллекция. Двигаемся дальше. Стало очевидно, что депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов, недавно заявивший о создании рейтинга милосердия губернаторов, подчеркнул эту идею у лидера партии «Справедливая Россия за правду». Сергей Михайлович, с днем рождения. Я знаю, что в этот день людям говорят приятные вещи. Мы за правду, поэтому мы должны говорить не только приятные, но и честные вещи. Я знаю про ваше милосердие. Я знаю, что многие люди получают облегчение своей участи благодаря вашим усилиям. Это очень важно для людей, но также это важно для вас, потому что я верю в Библии, и в них говорится, что делай добрые дела, мы собираем сокровища на небесах. Поэтому в этот день я хочу вам пожелать собрать сокровища много-много-много и быть совершенно счастливым. Экстренное включение из Ростова-Великого. Член Центрального Совета Партии Сергей Пускепалес в прямом эфире со съемок нового фильма собирается сделать заявление. Сергей Витаута. Сергей Михайлович, дорогой, поздравляю вас с днем рождения. Делаю это от всего сердца, искренне. И делаю это из прекрасного города Ростова-Великого, где у нас сейчас проходят съемки замечательного фильма. Желаю вам здоровья, всего самого хорошего, рад, горд, что знаком с вами, с человеком, на которого равняются все лучшие люди нашей страны. Всего хорошего, с днем рождения. О построении гражданского общества и зарубежных связях сегодня в эфире расскажет депутат Государственной Думы Алексей Чепа. Уважаемый Сергей Михайлович, знаю вас много лет как авторитетного, государственного, общественного деятеля. Принципиального, честного, мудрого, порядочного человека. Ваш вклад в развитие современного парламентаризма, становление общественного строя в нашей стране, гражданского общества, Ваша многогранная, постоянная работа высоко оценена у нас в стране и за рубежом. Вы снискали любовь миллионов наших граждан. Для меня вы мой комбат. Знаете, Сергей Михайлович, мое плечо всегда рядом с вами. Искренне, от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей России. Переходим к разделу культура. Обзор культурной политики и новостей театра от сторонника партии, продюсера, режиссера Эдуарда Баякова. От всей души поздравляю дорогого Сергея Михайловича Миронова с днем рождения. Искренне радуюсь, что партия «Справедливая Россия» за правду заявляет о своем внимании к культурной политике. Искренне радуюсь, что в ряды партии влились мои друзья, близкие соратники. Захар Прилепин, с которым мы реализуем ряд серьезных культурных инициатив. Я действительно был впечатлен тем, что услышал на встрече с Мироновым его слова о том, что партия совершенно особенное место уделяет культурной политике. Партия верит в значимость культуры. От себя, наверное, добавлю только то, что желаю мыслить культуру не только как традиционную, близкую к историческим, к музейным ценностям, субстанцию, категорию, но и внимание к культуре современной. Я уверен, что только созиданием современной, живой, русской, традиционной, имеющей связи с традицией, но тем не менее обращенной в будущее культуру, можно достичь развития нашей Родины. Я желаю Сергею Михайловичу внимания, конечно, к театру. Был очень рад и тронут его словами после спектакля «Лавр», который мы выпускали по роману Евгения Водоласкина, и который Сергей Михайлович увидел в прошлом году. Обещаю быть активным на театральном поприще. Надеюсь, что партийцы увидят новые наши премьеры, которые мы будем готовить с моими друзьями, с Захаром. Желаю от всей души Сергея Михайловича здоровья, радости и творческих, политических, деловых и духовных побед. Продолжая тему культуры. Как передают наши корреспонденты, депутат Государственной Думы Елена Дропека, некогда проживавшая в детстве на одной улице с именинником, раскрыла секрет, как появилась традиция в партии размещать портрет партийного лидера на стене. Дорогой Сергей Михайлович, ваш портрет висит у меня уже много-много лет на этом месте. И по нему я, собственно, сверяю иногда свои действия. Советуюсь со своей совестью и с вами, как принимать решения. Не старейте. Еще из новостей культуры. Известный певец Джанго работает над новыми композициями. Нам удалось поймать его в процессе творческой работы. И сейчас он выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать интересные культурные подробности, связанные с сегодняшним днем. Здравствуйте, дорогой Сергей Михайлович. Алексей Поддубный, Джанго. Вот решил поздравить вас с днем рождения. Мы с вами не очень близко знакомы, но я вспомнил, что впервые увидел вас года полтора назад в Санкт-Петербурге в центре Василия Великого. Центр занимается реабилитацией трудных подростков. И я делал небольшой докладец на тему рэп-культуры и прочее, влияние на подростков. И там были вы. Я так на вас поглядывал. И у меня у вас создалось очень такое хорошее впечатление положительное. Вы мне показались человеком, который искренне хотел бы помочь. Я тогда и не мог себе представить, что через какое-то время мы с вами на одной сцене будем петь песню, одну из моих любимых и ваших «Я люблю тебя, жизнь». Вот. И тогда я с вами так познакомился уже вторично. Я сегодня в день рождения ваш хотел бы вам пожелать вот чего. Сохранять и приумножать в себе вот это свойство ваше. Искреннее желание помогать людям, спасать кого-то. Ведь мне кажется, что именно это и есть мерой нашего существования. И оправдание перед Всевышним и перед людьми. Ну и хочу вам пожелать, конечно же, здоровья. Сейчас это актуально в наше время. Семейного счастья, любви, верных друзей. И приумножения добрых дел. Многое лето. С днем рождения. Ура. Продолжаем рубрику «Культура». Сопредседатель Зиновьевского клуба «МИА.Россия.Сегодня». Член Центрального Совета Партии Ольга Зиновьева с репортажем об уникальных календарях. Дорогой необыкновенный друг, дорогой Сергей Михайлович. День рождения – отличный повод, чтобы сказать вам, как я вас ценю, как вы мне дороги, как вы нужны нашему миру, в котором мы с вами вместе боремся за справедливость, за равноправие, за чуткость по отношению к людям в этих сложных условиях. Я вас люблю, ценю, уважаю. Не только за то, что вы выдающийся геолог, не только за то, что вы издаете фантастические совершенно календари, а за всю ту поддержку людям, тому просвещенному миру, где умеет ценить ваше доброе слово, вашу поддержку, ваше понимание и ваше сердечное участие в делах маленьких и больших людей. Будьте счастливы, и много-много-много-много лета. Завершая рубрику «Культура», репортаж депутата Государственной Думы Николая Бурляева о важности духовных ценностей. Пожалуйста, ваше внимание на экран. Дорогой Сергей Михайлович, в день вашего рождения поздравляю вас сердечно, знаю, как вы относитесь к лестным ваш адрес словам, поэтому мои слова – это не слова листица, а слова вашего соратника, которому я доверился в нашей общей борьбе за душу человека, доверился как к лидеру, который никогда не предавал за долгие годы нашего знакомства своего слова и дела, которому вы служите. Искренне желаю вам неуклонного восхождения в борьбе за душу человека, за справедливость, за то, чтобы мы с вами одержали победу и шаг за шагом воплощали то, что вы от всего сердца, желая добра своему Отечеству, записали в программе «Справедливая Россия». Храни вас Господь, многое лето, ваш Николай Бурляев. Возвращаемся к новостям политики. Тем временем у нас включение из Ярославской области. На связи депутат Государственной Думы Анатолий Лисицын. Анатолий Иванович, вам слово. Уважаемый Сергей Михайлович, позвольте вас поздравить с вашим днем рождения от имени нас, ярославцев. Ваша политическая мудрость, положена в основу политической программы нашей партии, позволила нам на прошедших выборах достичь убедительной победы. Проблемы простых людей, на которые вы постоянно обращаете внимание не только нас, однопартийцев, но и всех членов парламента России, снискало уважение всех неравнодушных людей. Вы убедительно доказываете, что настоящая честная политика это та политика, в которой главная цель уважения простых людей, забота о человеке труда. Спасибо вам за вашу работу, добра, здоровья и политического долголетия. Помните, лучшие годы это непрожитые годы. Переходим к новостям региона. На связи Астраханская область. Передаю слово депутату Думы Астраханской области Олегу Шейну. Дорогой Сергей Михайлович, мы, астраханцы, очень ценим ту помощь, которую вы нам оказывали все эти годы и оказываете сегодня. Вот этот самый кабинет вам хорошо знакомый. И я хочу сказать, что когда здесь была голодовка в 2012 году, Сергей Михайлович приезжал к нам на выручку шесть раз. Ни один парламентский лидер никогда подобного участия к людям не проявляет и не проявлял, как Сергей Михайлович Миронов. Мы очень это все помним, очень ценим, очень вас любим. Желаем вам здоровья, желаем вам всегда политической крепкости и желаем, чтобы светлое знамя социалистических идей наших, оно восторжествовало эти замыслы, которые вы перед собой видите. Вместе с нами вы могли реализовать. И снова Чувашия. С официальным заявлением от Чувашской республики выступит депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков, отметив важность справедливости в решении проблем региона. Смотрим. Уважаемый Сергей Михайлович, мы, ваши соратники, хорошо знаем, как вы безмерно любите свою родину, нашу любимую Россию, как вы бережно и внимательно относитесь к нуждам людей, обостренно воспринимаете случаи несправедливости и помогаете многим и многим людям, помогаете коллективам, организациям, предприятиям и даже регионам решать их проблемы. Хотел бы, пользуясь случаем от своих земляков, Чувашей, от жителей Чувашской республики, передать вам большой привет, выразить признательность за вашу активную, эффективную деятельность в борьбе за справедливость. Ну и, пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов, успехов в том, чтобы продвигать справедливость и в Российской Федерации, и у нас в Государственной Думе, и вообще во всех регионах нашей дорогой, любимой России. С днем рождения! Тем временем, депутат Государственной Думы Иоанна Лантратова сделала заявление о важности защиты прав граждан. Уважаемый Сергей Михайлович, я поздравляю вас с днем рождения. Вы удивительный человек, который никогда не боится говорить то, что вы думаете, защищать свою позицию и защитить права наших граждан. Вы такой настоящий образец справедливости, доброты, надежности, честности. И мне очень повезло работать с вами в команде и многому у вас учиться. Спасибо вам за ваш труд, за вашу работу. А мы всегда рядом. Продолжая обзор заявлений депутатов от Челябинской области, стоит обратить внимание на заявление депутата Государственной Думы Валерия Гартунга о том, что социалист может быть демократичным. Дорогой Сергей Михайлович, мы с вами почти одновременно пришли в политику. Я очень счастлив, что почти 17 лет назад судьба нас свела. Сегодня в ваш день рождения я, подводя некий, наверное, итог какой-то совместной работы, хочу пожелать прежде всего здоровья, удачи, благополучия и оставаться таким же неравнодушным к судьбам и чаяниям простых людей, а также демократичным руководителем. С днем рождения вас, Сергей Михайлович. Берегите себя. А к нам подключилась Новосибирская область. На связи депутат Государственной Думы Александр Аксененко. Александр Сергеевич, вам слово. Дорогой и уважаемый Сергей Михайлович, разрешите мне от лица города Новосибирска, Новосибирской области и нашего регионального отделения поздравить вас с вашим днем рождения. Пожелать сибирского здоровья, успехов и благополучия. Вы являетесь для нас большим примером. Хочу сказать огромное спасибо за оказанное доверие. Мы вас не подведем. С праздником! С днем рождения! Заканчивая региональный блок новостей, передаем слово Санкт-Петербургу. Телемост обеспечивает наша команда из северной столицы, которая к сегодняшнему дню подготовила большой обзорный репортаж. Передаю слово Александру Бородушкину. Сереж, дорогой, поздравляем тебя с днем рождения. Я от себя лично, от своей супруги, которую ты хорошо знаешь, желаем тебе, ну, чего мы все сейчас желаем друг другу. Это главное – здоровье. Это ко мне присоединяются и наши ребята, и Таня Салтанова, и Саша Авдеев, и Лешка Чельдинов, и Витя Сапунов, вот я недавно с ними общался. Дай Бог тебе здоровья, сил, чтобы надолго, на долгие годы еще хватило того энтузиазма, той энергии, которая у тебя есть. Будь здоров, Сережа! Уважаемый Сергей Михайлович, я уполномочен пересдать вам поздравления от всех хороших людей Санкт-Петербурга. Таких официально сейчас уже свыше 500, но уже в ближайшее время их станет гораздо больше. И такая огромная толпа людей желает вам еще больше верных соратников и еще больше грандиозных дел во славу России. Уважаемый Сергей Михайлович, только работая внутри партийной структуры начинаешь видеть весь тот масштаб помощи, который вы оказываете людям, которые к вам обратились. И самое главное, что не может восхищать, что вы делаете это бескорыстно и зачастую даже публично не рассказываете о тех добрых делах, которые вы совершаете. Поэтому от всей души хотелось бы вам пожелать крепкого здоровья и самое главное сил и энергии на новые добрые совершения. А на Санкт-Петербург вы всегда можете рассчитывать. Уважаемый Сергей Михайлович, от себя и от своей семьи, семьи Цветаевых, сердечно вас поздравляем с днем рождения. Желаем вам крепкого-крепкого здоровья. Желаем вам, чтобы у вас всегда было хорошее настроение и вас всегда окружали искренне добрые и преданные друзья. Всего вам доброго. Еще одно поздравление от членов нашей партии. Дорогой Сергей Михайлович, от всего медицинского сообщества Санкт-Петербурга, от доноров, которых вы всегда поддерживаете, от моих коллег по депутатскому корпусу в Красносельском районе, я хочу поздравить вас с днем вашего рождения. Пожелать самое главное это здоровья, неугасаемой энергии на благо жителей нашего города да и всей страны. А самое главное хочется вам пожелать не забывайте об отдыхе. Рыбалка вас ждет. Казалось бы, что еще можно сказать, но оказывается нашлись слова. Еще одно поздравление. Сергей Михайлович, три года назад я пришел в эту партию и партия открылась для меня совершенно другой стороны. Как организация, которая беспокоится за судьбу каждого, волнуется за каждого и переживает за каждого. Тот слоган, который есть у Центра защиты прав граждан, который также создан под эгидой партии «В трудное время рядом с тобой», он, безусловно, так же, как и партия, отражает ваши человеческие стороны. Исключительно высокие моральные и нравственные качества, которые присущи вам. За это вас ценят и за это голосуют люди за нас. В новом году пожелаю вам продолжать оставаться таким же человечным и беспокоящимся за судьбу каждого. Потому что это важная ценность, единственная, наверное, которая имеет значение в текущем мире. Уважаемый Сергей Михайлович, я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Хочу вас поблагодарить за ту отзывчивость, помощь, доброту, которую вы проявляете не только проявили, не только ко мне, но и проявляете ко всем своим знакомым и даже незнакомым людям. Хочу отметить, что редкий мужчина сочетает в себе те качества, которые сочетаете вы. Элегантность, мудрость, ум, доброта, отзывчивость, преданность. Я всегда с удовольствием предпочла бы беседам на политические темы, беседам, задушевным беседам с вами. От всего сердца с любовью с днем рождения. Уважаемый Сергей Михайлович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам душевного комфорта, чтобы чувства и руки были сильными, а шаг и взгляд уверенными. Поздравляю вас с днем рождения. Санкт-Петербург всегда вас поддержит в любых ваших начинаниях с любовью из Санкт-Петербурга. Очередное поздравление пришло к нам из Санкт-Петербурга. В день влюбленных хочется говорить о любви. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты был любим и счастлив. Самое главное, чтобы был здоров. И всегда знай, что на вверенном тобой участке у тебя есть надежда и опора. Люблю тебя, поздравляю. Тем временем у нас включение из Москва-Сити. И нет, не с обзором новостей финансов и фондового рынка, а с заявлением от депутата Государственной Думы Тимура Конокова о доверии гражданам. Уважаемый Сергей Михайлович, примите самые теплые искренние поздравления с днем вашего рождения. Вся ваша жизнь связана с ослужением России, вашей биографией спрессованы десятилетия упорного труда сильного человека и грамотного руководителя. Вам, человеку энергичному и принципиально обладающим большим жизненным опытом, жители нашей страны верят и доверяют. Для вас не существует незначительных проблем. Именно поэтому люди так высоко оценивают ваш вклад в развитие нашей страны. От всей души желаю, чтобы ваши профессиональные планы успешно осуществились, созидательные идеи воплотились в жизнь, а трудолюбие, энтузиазм и накопленный опыт всегда помогал двигаться вам вперед. Пусть перед вами открываются новые перспективы и всегда будет поддержка друзей и коллег. Доброго здоровья, счастья вам и благополучия. Инсайдеры телеграм-канала «Правда справедливости» сообщают, что у депутата Государственной Думы Игоря Ананских есть начальник. Давайте выясним, так ли это. Дорогой Сергей Михайлович, я от души поздравляю вас с днем рождения. Я очень рад, что судьба свела меня с вами по жизни, потому что вы не просто замечательный и великий политик, но человек с большой буквы, отличный товарищ и сильно очень рад тому, что мы не просто познакомились, а вместе работаем и вы являетесь моим начальником. Поэтому от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Я желаю, самое главное, конечно, крепкого здоровья вам, вашим родным иблицким и дальнейших успехов во всех начинаниях, которые только запланировать. С огромным удовольствием еще раз вас поздравляю с днем рождения. Продолжаем обзор новостей из интернета. Известный тиктокер, депутат Государственной Думы Федот Тумусов сделал заявление, что нашел человека с большой буквы. Уважаемый Сергей Михайлович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Для меня очень большая честь быть рядом с вами, быть соратником одного из выдающихся государственных и политических деятелей современной России. То, что вы сделали и делаете для России, осенят наши потомки и, конечно же, история. Но самое главное качество, за что мы вас уважаем и любим, это ваша человечность. Вы человек большой буквы. Дорогой Сергей Михайлович, в этот день разрешите пожелать вам самое главное крепкого здоровья, успехов и удачи. С днем рождения! К актуальным новостям. Как известно, на сегодняшний день более 60% успешных людей признают, что добились своего успеха благодаря наставнику. Не исключение и депутаты. Депутат Государственной Думы Юрий Григорьев рассказал нам о своем наставнике. Уважаемый Сергей Михайлович, искренне от всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Конечно же, в первую очередь желаю здоровья, конечно, благополучия, удачи вам в вашем жизненном пути. Хочу вам пожелать предстоящие годы идти вперед так же смело, настойчиво, как вы всегда это делали. Для меня вы всегда являлись настоящим наставником, который человек четко указывал и за которым всегда хочется идти вперед. Удачи вам, вперед, к новым приключениям. С обзором феномена десантирования в парламент и разработкой залежей полезных ископаемых в нашем эфире депутат Государственной Думы Александр Ремесков. Уважаемый Сергей Михайлович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Мне выпала счастливая возможность трудиться на благо России, созданной вами команде единомышленников. Я искренне рад работать вместе с вами мужественным, честным, открытым человеком, который так сильно и преданно любит родную землю. Более четверти века назад вы успешно десантировались в парламент и по сей день на этом поле защищаете права россиян, ведете борьбу за торжество закона и справедливости. Вы остаетесь неутомимым исследователем и с года в год открываете новые залежи для разработки полезных идей, поднимаете глубокие пласты важных дел. От всей души желаю, чтобы вам хватило сил и энергии реализовать все идеи по развитию России, сделать жизнь нашей стране более благополучной, крепкого вам здоровья, на долгие годы мира и любви в вашем доме. Пусть каждый день вашей жизни приносит только радость и счастье вам и всем вашим близким. С глубоким уважением Ремесков. К другим новостям. Секретарь Президиума Центрального Совета Партии Справедливая Россия за правду взаимодействуя с институтами гражданского общества выявил, что социалистов можно оценивать по шкале МОСа. Дорогой Сергей Михайлович, желаю постоянную десятку по шкале МОСа вашей крепости и уверенности на выбранном пути, по которому мы движемся вместе, на пути к победе социализма в России. Большое спасибо вам за эту возможность и за доверие. Знаете, наша партия, она мономинеральной породы, поэтому победа ходит за нами. Спасибо вам и еще раз с днем рождения. Депутат Государственной Думы Николай Новичков принял решение о формировании группы молодых депутатов, от имени которых сделал первое заявление. Дорогой Сергей Михайлович, позвольте поздравить вас с днем рождения. Для нас, молодых депутатов, вы были и образцом жизни политической во всем. Отдельно хотел бы обратить внимание на ваше нечеловеческое трудолюбие, всепроникающее внимание ко всем аспектам партийной жизни, способность видеть картину целиком и обращать самое тщательное внимание к деталям. Это уникальное качество политика, которому у вас можно только поучиться. Я искренне желаю вам политического долголетия, новых достижений нашей партии и всем нам общих побед во имя правды и справедливой России. Общественный политический деятель, публицист, член Центрального Совета Партии Николай Стариков сделал сенсационное заявление о расстановке сил. Уважаемый Сергей Михайлович, с днем рождения вас. В первую очередь, конечно же, здоровья, во вторую очередь, терпения, ну а в третью силу для того, чтобы реализовать все намеченное. Ну а мы с нашими скромными силами вас в этом поддержим. С днем рождения, Сергей Михайлович. А мы переходим к астрологическому прогнозу от заместителя председателя Государственной Думы, секретаря Президиума Центрального Совета Партии по связям с соотечественниками Александра Бабакова. Узнаем, что ждет нас в эпоху Водолея. Дорогой Сергей Михайлович, в этот прекрасный день хочется быть оригинальным. И начну я с того, что это эпоха Водолеев. И как Водолей Водолей, я хотел бы пожелать силы, здоровье, благополучие. Но главное вспомнить, что на протяжении нашего личного знакомства любое действие, которое было связано с вашим именем, всегда было связано и с результатом, положительным результатом. Не важно, что это Государственная Дума, работа в Совете Федерации, или же простая рыбалка, где все вокруг сдавались, и только вы один достигали своего результата, упорством и добрым отношением к делу. Я бы хотел пожелать вам и всей вашей семье только благополучия. Но это благополучие, оно формируется здесь, вашими руками. Поэтому всегда у вас должны быть силы, здоровье и уверенность в завтрашнем дне. А я хочу передать слово депутату Государственной Думы Олегу Анатольевичу Нилову. Соль земли и недра как геолог ты познал, впитав всю боль России. С 90-х спикер воли жизни, правды с каждым годом набираешь силы. Совесть, честь и преданность идеи для Михалыча весь смысл жизни. Долгих лет любви, побед и веры в день Михалыча, а не какого-то святого Валентина. И с следующим поздравить нашего именинника торопится депутат Государственной Думы Дмитрий Геннадьевич Гусев. Дорогой уважаемый Сергей Михалыч, прошедший год вашей жизни мне повезло, довелось поработать вместе с вами. Вместе с вами заниматься объединением трех партий, вместе с вами пройти тяжелую выборную кампанию, вместе с вами начать работать во фракции в Государственной Думе. Хочу сказать вам спасибо за те уроки, которые вы преподали мне за прошедший год. Это уроки политической настойчивости, уроки политической дальновидности, уроки политического упорства в достижении целей. Я не думал, что это возможно, добиваться таких результатов с теми не очень большими силами, не очень большими ресурсами, которые есть у нашей партии. Если вы помните, летом этого года вы были в Краснодаре, и мы вместе с кубанскими однопартийцами подарили вам картину, на которой в узкой бухте стоят огромные корабли, но самым эффективным среди них оказывается небольшой желто-бордовый буксир, который в этой бухте может делать все, что он захочет, в отличие от больших неповоротливых кораблей. И еще одно поздравление от члена нашей партии. Уважаемый Сергей Михайлович, сердечно поздравляю вас с днем рождения, желаю вам десантного здоровья, успехов на политическом поприще, желаю, чтобы в вашей семье всегда царил мир и спокойствие, чтобы в душе была радость, чтобы Господь благословлял все дела ваши, конечно же, пусть вас окружают самые честные и порядочные люди, и желаю вам исполнения самых заветных мечт и желаний вашей жизни. С уважением, Дворкин Александр. О российской интеллигенции в политике и борьбе за справедливость расскажет наш специальный корреспондент, руководитель аппарата фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе Руслан Татарин. Уважаемый Сергей Михайлович, с днем рождения. Спасибо, что более 20 лет назад вы сделали меня в свою команду. И на протяжении этого времени я стараюсь вместе с вами бороться за справедливость. Много-много лет назад я писал сочинение по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева о том, каким должен быть российский интеллигент. И мне казалось, что главное качество интеллигента это смелость. И с этой мыслью я живу и сегодня. И, видя вас, я понимаю, что быть в политике интеллигентом очень тяжело. И основное качество как никогда также смелость и, наверное, еще мужество. Мужество от принимаемых решений и их соблюдения и обязательно добиваться результата с этими решениями. У вас это удается. Вместе с вами будем дальше добиваться справедливости. С днем рождения! Срочное включение. Как передают наши корреспонденты, в районе Сретенского бульвара в Москве обнаружен несанкционированный митинг о происшедшем расскажет очевидец событий и руководитель Центрального аппарата партии «Справедливая Россия за правду» Дмитрий Прокопенко. Уважаемый Сергей Михайлович, в этом году исполняется 20 лет моей работы под вашим руководством. Нам многое удалось сделать. Это стало возможным благодаря тому, что рядом с нами находятся надежные коллеги и товарищи по работе. Нам многое с вами по плечу. Мы многое сделали и еще больше важных и значимых дел нам предстоит совершить вместе с вами. Силы коллектива в его единении. Силы коллектива в возможностях решать сообща все проблемы. С днем рождения! На этом на сегодня все. И помните, 14 февраля день рождения Сергея Миронова. С днем рождения еще раз Сергей Михайлович. А я прощаюсь с нашими зрителями. С вами был выпуск новостей «Правда и справедливость». До новых встреч!